всем привет меня зовут володя и сегодня в обзоре у нас новый стабилизатор от компании sirui до того производителя который делает аноморфотные объективы делал на кроп и делает сейчас уже на full frame а сегодня мы поговорим все таки вот об этом девайсе который позволит нам снимать в движении наши великолепные кадры и давайте посмотрим что в коробочке а теперь давайте собирать наш сетап и так берем конечно же сперва штативную ножку трипод так называемый прикручиваем его к аккумуляторному отсеку есть у нас два две резьбы два крепления под одну четвертую под 3 8 дюйма вообще сама по себе рукоятка очень удобная ухватистая прорезиненная и обладает емкостью на 2500 миллиампер час внутрь встроен литий-полимерный аккумулятор который должен вам позволить снимать практически целую рабочую смену штативчик алюминиевый вообще все очень добротно сделанный штатив и сам аккумуляторный отсек первое замечание к производителю вот они сделали очень плотную упаковку всего девайса коробку ну и по сути пользоваться ей будет невозможная вот честно говоря уже поснимал порядка двух недель на этот стабилизатор я его потестил и проще было таскать в рюкзаке реально было проще закинуть в рюкзак в отделении для ноутбука и носить в нем далее соединяем верхнюю часть собственно с моторами самого гимбла с батарейной рукояткой это делается очень просто защелкивается здесь есть такой переключатель который блокирует от выпадения но чтобы был наверняка мы еще затягиваем вот этот вот рычажочек все стабилизатор по сути у нас готов в качестве подопытного у нас будет камера а 73 с объективом сам янг 14 т 2 и 9 киноверсия стандартного объектива широкоугольного никакой системы стабилизации в нем нет и соответственно внутрикамерную стабилизацию матричную я тоже отключу для того чтобы получить чистые тесты того что может стабилизация стабилизатор сиру и экзакт сразу скажу что здесь хорошо что здесь плохо плохо что вот эта вот ось не фиксируется никоим образом она болтается а хорошо что на остальных осях есть такие вот замечательные переключатели которые позволяют собственно разблокировать и тут же заблокировать эти оси это очень хорошо и удобно для настройки балансировки стабилизатора площадка прикручена все необходимое установлено вставляем стабилизатор вот видите как важно получается когда есть какие-то фиксаторы по осям это просто круто жду не дождусь когда производители стабилизатора все-таки сделают какие-то микролифты вообще по всем осям потому что но очень хреново скользит металла металл порой проскакивает нужное в необходимое положение все стабилизатор отбалансирован остается его включить выбрать режим работы мощности двигателей короче погнали включаем стаб здесь есть отдельная кнопочка для этого все стабилизатор заработал теперь можем проводить тесты и и и и и Друзья, вклинюсь буквально на минуточку, что я вам хочу сказать. Вообще, по большому счету, сейчас уже стабилизаторами, ну, мало кого удивишь. У них есть огромное количество функций, огромное количество дополнительных пресс-воспалений. У кого-то есть передатчики видео, дополнительные моторы фолло-фокуса. То есть, все это можно докупать отдельно. По большому счету, для многих определяющим фактором является цена. Посмотреть, сколько стоит этот стабилизатор, вы можете прямо сейчас по ссылке в описании в магазине Kremlin Store. Но, ребят, не следует забывать, и Володя расскажет об этом дальше, что в этом Steadic уже встроен видеотрансмиттер. Встроен, то есть, его не нужно никуда устанавливать, прикручивать. Он уже является неотъемлемой частью конструкции этого стабилизатора. А также в комплекте идет мотор фолло-фокус. Поэтому, с точки зрения комплектации, этот аппарат действительно хорош. Если будете сравнивать его цену с другими стетиками, то нужно учитывать, что здесь уже есть то, что для других стабилизаторов вам придется докупать отдельно. Как я уже сказал, цену можете посмотреть в магазине Kremlin Store. На мой взгляд, это лучший магазин по продаже профессионального и любительского видеооборудования. У них там просто колоссальный выбор. Есть реально все, что нужно для съемки видео. Помимо этого, у них великолепные цены, отличное отношение к клиенту. И я лично могу вам этот магазин всячески рекомендовать. Ссылка на Kremlin Store будет в описании. Буду стараться идти походкой ниндзя. Если флешка побывала в другой камере, обязательно ее нужно форматировать. Иначе запись начнется, но никогда не закончится. Итог. Какие же у меня впечатления о работе этого стабилизатора? Во-первых, добротно сделан, офигенно лежит в руке, офигенно развесован. Это классно. Потенциально он держит большую нагрузку, до 4,5 кг. Это тоже хорошо. Но слабо себе представляю, кто будет вешать на этот стаб такие тяжелые камеры. И, как правило, если они тяжелые, то они объемные. А про большие по габаритам камеры, используя этот стабилизатор, конечно же, мы говорить не можем. Потому что подвижки каретки не такие большие. Само место для установки какой-то камеры, оно небольшое. Скорее всего, этот стабилизатор рассчитан на беззеркальные камеры. Вот такого плана. Возможно, в клетке, возможно, с дополнительным каким-то звуком микрофоном, маленьким светом, но не более того. То есть, профессиональные камеры сюда, конечно же, вешать смысла особого не имеет. Итак, о работе самой системы стабилизации, о том, насколько эффективно двигатели выполняют основную задачу, я расскажу уже, оказавшись в домашней студии. А пока могу рассказать только о том, что видно прям невооруженным взглядом. Очень классно дорабатываются твои движения. То есть, когда ты пытаешься пройти с поворотом, ничего не дергается, ничего не срывается. Все плавно доходит. Это очень классно. Опять же, в этом же еще помогает джойстик. Если необходимость его использования имеется, то он очень классно, очень плавно поможет вам довернуть камеру в том или ином направлении. По той или иной оси. Но, тут же сразу скажу, первое замечание к этому джойстику. Невозможно настроить экспонент затухания. Есть только настройка через приложение скорости работы этого джойстика. К сожалению, если вы доворачиваете стабилизатор с помощью него, при остановке, при отпускании ваших пальцев, вашей руки от этого джойстика, камера немножко подергивается, потому что останавливается резко. Это такой баг. Если вы включаете режим стабилизации, когда участвуют все оси, HL он здесь называется, вы не можете, к сожалению, с помощью этого джойстика доворачивать камеру по оси tilt. Вот по горизонтали вы это можете сделать, видите, да? То есть камера доворачивается. А уже по вертикали вы это сделать не можете. Почему-то она у камеры connected, у меня тут периодически пишет стабилизатор. Стабилизатор, ну, не знаю, с чем это связано. Ну, короче, вот такая вот фишка. При этом в режиме PF вы можете джойстиком управлять по всем осям. Очень странно. Ну и, по сути, в остальных режимах вы тоже можете задействовать джойстик, используя, подправляя камеру по всем осям. Но вот не в режиме HL. И опять же, в настройках приложения я не нашел, где можно активировать управление джойстиком по всем осям в этом режиме. Следующее, не очень удобно переключаться между режимами самой стабилизации. Между режимом Pan-Follow, полной блокировки и режимом, ну, к примеру, FPV. Есть два режима быстрых, которые программируются на одну кнопочку M. То есть вы можете переключаться между ними мгновенно. Остальные режимы, к остальным режимам мы получаем доступ, нажав кнопочку M и поворачивая вот это фокусировочное кольцо. Нужно запомнить, какая аббревиатура отвечает за какой режим. Вот. Ну и не всегда удобно оперативно между ними переключаться. А теперь перемещаемся в домашнюю студию, смотреть отснятый материал и делать какие-то выводы про саму систему стабилизации. И, конечно же, расскажу вам о дополнительных фишечках этого стабилизатора, что он умеет. А умеет он довольно много. А вот теперь я в домашней студии, и давайте я вам расскажу о ключевых особенностях этого стабилизатора, прекрасного стабилизатора Serui Exact. Итак, несмотря на сферкомпактные габариты модуля, куда устанавливается камера, в него интегрирован, точнее, в эту нижнюю область, интегрирован видеосендер. Сендер, который позволяет отправлять видеопоток из камеры на ваше мобильное устройство. Будь то смартфоны, либо планшеты. Да, вот здесь вот такое компактное устройство, ничем не выделяющееся. У других конкурентов обычно это съемный блок, который пристегивается просто снизу стабилизатора. А здесь все очень компактно сделано, очень миниатюрно. И вы сможете использовать смартфон, либо планшет, ну, скорее всего, смартфон, как внешний экран. И этот видеопоток будет транслироваться в фирменное приложение от стабилизатора Serui. Также в комплекте со стабилизатором идут кабели, позволяющие соединить его с вашей камерой для управления. И да, все работает, как написано, собственно, в руководстве и в таблице совместимости. Если вы обладаете камерой Sony, то вам становится доступна функция старта, стопа. Если же вы обладатель Panasonic, Fuji и остальных камер, то, скорее всего, вы сможете по нажатию центральной кнопочки менять и диафрагму, и выдержку, и ISO. Кстати говоря, сама активация режима управления сделана не очень удобно, потому что, как правило, конечно же, джойстиком вы подруливаете во время съемки. И, не рассчитывая, можете нажать на его центральную часть и перейти в режим управления выдержкой диафрагной экспо-параметрами. И тогда, конечно же, сбивается ваше управление стабилизатором, и, к сожалению, вы переходите в изменение настроя. Давайте про следующую фишечку этого стабилизатора. Вы могли заметить, что на нем есть такое кольцо управления, ну, видимо, фокусом, скорее всего, фокусом. Так вот, в комплекте идет, конечно же, моторчик, но я решил попробовать использовать вот это вот кольцо фокуса без комплектного мотора и попробовать управлять объективами с контактами, ну, фирменными объективами Panasonic'а с помощью вот этого фолу-фокуса. Обычно это стандартная функция для всех стабилизаторов, позволяет всем тем людям, которые не обладают отдельными фокусировочными моторами, собственно, все-таки управлять фокусом камеры со стабилизатора. Сделаю такую ремарочку, что в режиме именно фокусировки я этот мотор не использовал. Я его поставил на зум, на кольцо зума объектива и регулировал таким образом положение зума объектива. К сожалению, нет никакой калибровки, предусмотренной в стандартных фолу-фокусах. Когда ты нажимаешь кнопочку Calibrate, моторчик от упора до упора прокручивает кольцо фокусировки либо зума, и он уже понимает, где в него крайние значения, и, соответственно, вам гораздо проще пользоваться зумом. Нет никаких механических сопротивлений. Здесь такого нет. Поэтому надеюсь, что в следующих версиях самой прошивки, стабилизатора и программного обеспечения для мобильных устройств они это все доведут до ума. Вот таким вот образом выглядит стабилизатор Serue Exact в полном обвесе при использовании фолу-фокуса и всех проводов для коннекта стаба с камерой. Использовав все эти соединения, мы имеем возможность наблюдать на экране нашего смартфона картинку, которую камера передает через стаб в телефончик, и также управлять, конечно же, стабилизатором при необходимости. То есть можно использовать как некий монитор для человека, который будет подкручивать камеру за вас. А за оператором останется основная, единственная, собственно, задача просто нести плавно стабилизатор. Как я уже говорил, я использую фолу-фокус на Zoom. Вот таким вот образом он работает. Также при использовании приложения мы можем запускать и останавливать запись самой камеры через интерфейс приложения. Удобно? Пока не начал углубляться в работу именно системы стабилизации этого электронного гимбала, расскажу вам про зарядное устройство, которое сделано очень забавно и как-то мило. То есть обычно в 21 веке все пауэрбанки либо какие-то батарейные ручки имеют для зарядки разъем USB-C. Но производитель C-Rui почему-то решил сделать все иначе. На батарейной ручке находится обычный штекер. В комплекте зарядное устройство, которое, собственно, одним концом вставляется в этот штекер, а с другой стороны вы получаете некий набор USB-A разъемов. Один USB-разъем ПАПа, один разъем USB-МАМА и USB-C разъем. То есть для зарядки стабилизатора, для зарядки ручки вы можете использовать один из этих разъемов, какой у вас есть под рукой. Либо непосредственно вставить в USB-A разъем пауэрбанка, либо какой-то зарядочке, которая в сеть сразу вставляется, либо с помощью USB-C кабеля вы можете заряжать. А также, насколько я понял, эту батарейную ручку можно использовать как пауэрбанк. А теперь давайте перейдем к самому сладкому, к самому соку, к тому, как этот стабилизатор выполняет основную свою функцию – стабилизировать камеру. И вначале я вам покажу, как этот стаб работает с Panasonic S1H с объективом 24-70mm f4 с включенной внутрикамерной стабилизацией. Надо сказать, картинка получается практически идеальная, есть, наблюдаются некоторые срывы, но в целом работает все очень клево. Здесь я вам покажу целый набор съемок. Это то, что я снимал непосредственно по своей основной работе. Мы снимали цветочную выставку в центре Москвы, были на площадке съемки кинофильма. Ну а в следующем наборе кадров вы сможете увидеть, как работает этот же стабилизатор с камерой A7 III с объективом 24-70mm f4, тоже со встроенной стабилизацией. Так, посмотрим и сделаем выводы. Ну а напоследок я покажу кадры с Сонькой, с объективом Samyang 14 T2.9, это киноверсия этого объектива. Соответственно, в нем нет никаких стабилизаций встроенных. Тут я, конечно же, стараюсь идти походкой ниндзя, чтобы максимально минимизировать удары, которые могут спровоцировать мои шаги на оси стабилизатора. Я перекатываюсь с пяточки на носочек, с пяточки на носочек, иду на согнутых ногах, руки тоже в локтях согнуты, чтобы создать максимально пружинящее движение и стабилизировать вот эти вот качения, которые могут появиться при человеческой ходьбе. Сами выбирайте, подходит этот стабилизатор вам или нет, его функционал вам нравится, не нравится, нужен, не нужен. Делайте выводы сами. А я лишь скажу, что тонких настроек в стабилизаторе практически нет, для того, чтобы попробовать скомпенсировать вот ту тряску, которая появляется при полностью отключенной стабилизации в камере и в объективе. К сожалению, для настройки работы двигателей существует только один параметр, и вы можете выбрать эту настройку среди трех, либо low, либо medium, либо high. После того, как вы посмотрели весь обзор полностью, можно сделать какие-то выводы, подвести некую черту. Комплект стабилизатора очень интересный. Здесь вам и видеопередатчик встроенный, здесь вам в комплекте и follow focus, и возможность управления настройками камеры с помощью экранчика на стабилизаторе и органов управления. Все это классно. И очень емкий аккумулятор, удобный хват, дополнительная ручка в комплекте. Все это, конечно же, подкупает. Но для нас же самое главное все-таки то, как работает сама система стабилизации. И на данный момент, пока она работает, ну, не важнецки, так скажем. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, увидимся в следующем обзорчике. Привет, меня зовут Андрей, и за свою жизнь я снял сотни крутых видео, и знаешь, что их всех объединяет. Ни одно видео не выстрелит, если в нем не будет играть качающая музыка. Нужны настолько заряженные треки, чтобы заряжалась даже вода перед монитором. Но где брать такую музыку и при этом, чтобы твои видео могли монетизироваться? Здесь на самом деле все просто. Жми сюда и получай месяц бесплатного доступа к одной из крупнейших музыкальных библиотек в мире. За этот месяц ты сможешь накачать хоть тысячи крутых треков и использовать их в своих видео на ютубе и в инстаграме. И даже спустя этот бесплатный месяц, если ты не захочешь пользоваться сервисом, это никак не отразится на твоих уже загруженных видеороликах. Так что самое время зарегистрироваться и начать монетизировать свои видосы.